Вид из окна нашего номера. Утренний трафик в Гуйлине. Садится аккумулятор, только на 10 тысяч прохожих. И они не толкают друг друга. Приехали в видовой парк под названием Холм Слоновьего Хобота. Парк был основан в 1986 году. Парк назван так, из-за формы этого холма, отдаленно напоминающего слона, пьющего воду из реки. На холме, как на спине слона, стоит пагода. Говорят, что это рукоятка меча, который воткнули в спину слона. У берега в воде расположены фигуры слоников. При низкой воде они оказываются на суше. В эту покрытую лесом часть парка переходим по мостику. Камни с высказываниями китайских мудрецов. Знак любви. Этой теме в парке посвящено много скульптурных пар. И все они выполнены в одной технике. Это каркасные скульптуры, обтянутые пленкой или тканью разного цвета. А это более традиционная китайская скульптура. Здесь иллюстрация к ранней советской песне со словами «Солдат уходил, уходил на войну, невеста его провожала». А это иллюстрация к словам из песни «Не уходи, побудь со мной еще немного». Вот так. Или так. Или так. Или хотя бы так. Ларек. Тоже про любовь, но из камня. Закрытый ларек. Сувенирные поделки. Сувенирный магазин. Первые два изображения висят вниз головой. Изображения стилизованные под иероглифы. Теперь едем посмотреть пещеру тростниковой флейты. Такое поэтическое название пещера получила благодаря тростнику, который растет неподалеку от ее входа. Из него местные жители прежде изготовляли флейты. Приближаемся к пещере тростниковой флейты. Эта пещера отличается от многих других, которые я видел до сих пор, мастерски сделанной многоцветной подсветкой, которая подчеркивает красоту этого создания природы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Подсветка дорожки, по которой идут посетители. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Фильм о геологической истории образования пещер. Гид поместил фонарик за камнем, чтобы показать, что камень частично пропускает свет. Сувенирный магазин при пещере. Техника рисования пальцами по насыпанному на бумагу черному порошку. Это все из природного камня. Качан салата из стекла или камня. Рука для масштаба. Теперь едем посмотреть на рисовые террасы. Это на север-северо-восток от Гуйлини. До 20-130 тысяч американских долларов. Без покраски и без кухонь. Городок, где мы остановились на отдыхе туалет. Груните лодки. Груните лодки. Недавно произошел обвал. Из-за сильных дождей было направо важно состояться. Приехали к туристическому центру района с рисовыми террасами. Внутри туристического центра. Бегущая надпись сообщает, что для лиц старше 75 лет вход в заповедник свободный, но нужно оплатить страховку 5 юаней. Далее большие туристические автобусы не ездят из-за узкости и извилистости горной дороги, поэтому пересаживаемся в мини-автобусы и едем дальше в горы. Далее большие туристические автобусы не ездят из-за узкости. Приехали к горной деревушке Лун-Зи. Дальше кто хочет и сколько может, идет пешком. Уже отсюда открывается вид на рисовые террасы. Сейчас они не очень контрастны, так как рис еще зеленый и мало отличается от окружающего зеленого фона. Кроме того, сегодня очень пасмурно. Когда рисовые террасы залиты водой, или когда рис созрел, или зимой, когда террасы покрыты снегом, вид совсем другой. В деревне около 300 семей. Всего около 1300 человек. Они из народности Джуан. Всего в Китае более 16 миллионов джуанов. Подавляющее большинство из них проживают в Гуанси-Джуанском автономном районе. Город Гуйлин, в котором наша гостиница, входит в состав этого автономного района. В связи с быстрым ростом туристической популярности рисовых террас, здесь идет интенсивное строительство небольших отелей и жилья для краткосрочной аренды. Субтитры создавал DimaTorzok Обед. Но не всей группы, а лишь узкого круга ограниченных людей, которые поднялись сюда. Туалет в этой харчевне только в восточном стиле. Слив немеханизированный. У этого забора сушка перца. На прощание несколько видеопанорам рисовых террас и окружающей местности. Субтитры создавал DimaTorzok Двинулись в обратный путь, в Гуйлинь. Приехали в район туристического центра рисовых террас, пересели в наш автобус и теперь едем в сторону Гуйлини. Подъезжаем к Гуйлиню с его всемирно известными карстовыми пейзажами. В 19-м году заявил о том, что он и этот самый генерал считает себя как удельный князь. Такие совершенно трагические. Китайцы не знали ни минуты покоя. Завтра. Завтра у нас программа. Мы все выезжаем в 8. Немножко работают с плечевым поясом, с головой. Немножко руки, чуть-чуть пахнем гостейцы. У нас будет ужин плановый наш. Да-да. Возьмем накидку. А мы тем же автобусом едем. Да. Здесь оставили накидку. Пойдем. 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 Вернулись в гостиницу. Поужинали. Вечером поехали на такси посмотреть центр Гуйлиния. В такси статуэтка какого-то божества. Такси по 4 человека. Оказывается выгоднее, чем оплатить автобус на всю группу. Перед выпуклым фасадом этого отеля в центре города вечером устраивают примерно 10-минутный водопад под бравурную музыку. Поток воды уменьшается, и музыка становится более спокойной. Затем прогулялись по берегу водной системы в центре города, которая называется «Две реки и четыре озера». Две пагоды, которые одни называют «Золотой» и «Серебряной», а другие – «Пагоды солнца и Пагоды луны». Продолжение следует... Проход под мостом украшен рельефами на исторические темы. Субтитры создавал DimaTorzok Стеклянный павильон с меняющейся подсветкой. Еще раз с большим приближением. Я, конечно, рассчитан на Китаянах. Я в групповой, потому что часто, потому что на прокат я заслужил. Вот это называется Кэти-Кэти. Леня, вы доставили огромное удовольствие. Сегодняшний день. Ребята, подождите, прошедшее время. У нас все в настоящем. Мы идем, доставляем себе удовольствие. Зигзагообразный пешеходный мостик. В парке как утром до рабочего дня, так и вечером после окончания производственных и домашних работ проводятся групповые занятия расслабляющей гимнастики. После окончания прогулки едем в гостиницу. Опять на такси. Продолжение следует... Продолжение следует...